Взять реванш. Лучшим мотиватором для «Волги» стала возможность поквитаться с волгоградцами за обидное домашнее поражение на старте сезона. Этого плана и придерживались ульяновские футболисты сразу после стартового свистка. Начало игры за «Волгой». Сначала Ислам Аль Султанов пытался замкнуть передачу от углового флажка, но не смог как следует пробить по мячу. Затем Гирюгов обокрал опытнейшего Никитина, но пробил выше. Вскоре на ударную позицию вышел Денис Рахманов, но защитник хозяев в последний момент выбил у него мяч. В итоге первый тайм, хоть и прошел ярко, завершился без голевой ничьей. У соперника было преимущество, в момент хорошо Вадим нас выручил. Что касается по ходу игры, многие отрезки были неплохие, позиционные атаки, быстрые подходы могли что-то поиметь. Вторая 45-минутка началась с атак хозяев. Ротор буквально обрушился на ворота Андрея Климовича. Желто-черные начиск выдержали. А на 52-й минуте Денис Рахманов неотразимым ударом в девятку вывел ульяновцев вперед. Хозяева ринулись отыгрываться, и на помощь им пришел стандарт. После розыгрыша углового мяч от головы защитника волгоградцев влетел в ворота ульяновской команды. Мы понимали, как будет действовать соперник. Предполагали, что может выйти и в три центральных защитника, и в два центральных защитника. В принципе, получили то, что и предполагали. Два центральных защитника было в начале игры, и уже по ходу встречи они перестроились. Играли в три центральных. Это было предсказуемо. Ну, а по ходу матча, я считаю, мы были ближе к победе. Это и по владению мячом, и по обостряющим действиям, и по голевым моментам. В оставшееся время обе команды старались вырвать победу. Но ближе к успеху были футболисты «Волги». Подопечные Андраника Бабаяна буквально заперли ротор на его половине поля. Но голкипер-хозяев Вадим Аверкиев поочередно отразил удары Дмитрия Рахманова, Егора Носкова и Никиты Кирсанова. В итоге ничья 1-1. Следующий тур через неделю. В Ульяновск приедут футболисты из Уфы.